Здравствуйте, дорогие коллеги! Хочу предоставить работу на тему моральных аспектов и гендерного самоопределения личности. Работу выполнила Артамонова Мария Алексеевна, студентка 3-го курса стоматологического факультета, научный руководитель Акимова Наталья Александровна. В историческом ключе развития гендерные отношения складывались следующим образом. Половые различия возвышались над индивидуальными различиями личности мужчины и женщины, что формировало гендерные стереотипы, приводя к условному разделению мужской и женской природы человека. Однако в бинарной модели гендерной идентичности, отраженной во многих философских трактах, присутствует целый ряд таких негативных моральных аспектов, как стереотипизация, дискриминация, гендерное насилие. Что такое гендерная идентичность? Экзистенциональные вопросы охватывают все аспекты жизни человека, подводя его к вопросам самоопределения. Самоопределение человека представляет собой сложный и многоэтапный процесс становления личности. Одной из базовых структур самоопределения личности является гендерная идентичность. Так, гендерная идентичность – это сумма свойств личности человека, осознаваемых им как принадлежность к определенному гендеру. Разделение мужской и женской природы. В историческом ключе развития гендерные отношения складывались следующим образом. Половые различия возвышались над индивидуальными различиями личности мужчины и женщины, что формировало гендерные стереотипы, приводя к условному разделению мужской и женской природы человека. Во многих философских концепциях женское и мужское начало рассматривались как антиподы, взаимосвязанные гноциологически и онкологически. Так, мускулиность символизировала высоконравственное, божественно-национальное и универсальное существо, а феминность – прочное, телесное, нарицательное. В ранние и средние века многие мыслители формировали собственную позицию на основе образов о первоначальной андрогимности человеческой сущности. Так, французская писательница Кристина Пизанская в собственном труде книга о граде женском говорила о том, что мужчина, отзывающийся о женщинах в негативном ключе, противоречит логике и здравому смыслу. Помимо этого, она утверждала, что женщины не находят должной реализации, поскольку лишены возможности получать образование наравне с мужчинами. В эпоху Просвещения наблюдались тенденции, устремленные на защиту прав женщин. Важную роль сыграли идеи французской писательницы Олимпии де Гуш, которую она изложила в своем произведении Декларации прав женщины и гражданки. Оно, в свою очередь, положило начало развития гендерной философии, в которой гендерные различия приобрели форму социального рудимента. Стереотипизация В бинарной модели гендерной идентичности, представленной во многих философских трактах, присутствуют основополагающие противоречия, находящие яркое отражение в реальной жизни, в частности, с одним из негативных моральных аспектов. Стереотипизация Представление женщин как слабых личностей, не имеющих моральные ценности, а мужчин как сильных воинов. Последствия стереотипизации Явление сереотипизации в обществе опасно тем, что, во-первых, оно носит эмоционально-оценочный характер, дающий обобщающую внешнюю картину мира, в котором нет места для собственных рассуждений. Во-вторых, приводит к нерациональным пагубным предупреждениям. Например, одним из распространенных гендерных стереотипов есть тот, что женщины обладают особой женской эмоциональностью, а это означает, что их неспособность контролировать собственные чувства. Это приводит к дискриминации женщин по гендерному признаку. Явление патриархата На протяжении долгого времени общество было преимущественно патриархальным, где предполагалось четкое разделение ролей в семье и принадлежно господствующей роли мужчине. В рамках традиционных моделей взаимоотношения присутствовал элемент авторитета мужской фигуры в семье, в частности отца. Подобно в семейном институте было получение, и жизнь других членов семьи зависела в основном от мужчины. В России патриархальные устои были закреплены в домострое, который представлял собой свод правил жизни семьи и норгевого этикета. В документе была указана также роль женщины, которая должна была вести хозяйство, воспитывать детей и беспрекословно подчиняться мужу. Патриархат уходит в прошлое Безусловно, патриархат представляет собой важное культурное явление, которое в настоящее время сохраняет свои традиции в ряде стран. В настоящее время существовало классической модели патриархальной семьи, в которой мужчина охотник, а женщина сидит дома и воспитывает детей стало практически невозможным. Это связано с несколькими социальными явлениями. Во-первых, расцвет феминистического движения повлек за собой то, что женщины могут получать образование наравне с мужчиной. Во-вторых, для поддержания традиционного распределения ролей в институте семьи доход мужчин должен полностью покрывать все расходы семьи и обеспечить ее комфортное существование. В нынешних экономических условиях это нереально, поскольку наблюдается рост безработицы, количество высокооплачиваемых рабочих мест снизилось вследствие автоматизации инфрационных систем. Однако выросла потребность в низкооплачиваемых работниках сферы услуг. Укоренившиеся в сознании многих мужчин патриархальные устои об институте семьи и брака являются нерациональными, поскольку навязывают женщинам определенные паттерны поведения, указывая им на их предназначение и обесценивание, тем самым их потребности в самореализации. Гендерное насилие Отсутствие самовыражения личности приводит к другому моральному аспекту – гендерному насилию, несущему в себе жесткую сущность смысл. Как и любое другое насилие, гендерное сочетание в себе действий насильственного характера, которые осуществляются по отношению к представителям определенного гендера. Последствия гендерного насилия Гендерное насилие характерно для современных азиатских и восточных стран, таких как Индия, Сирия, Афганистан и другие. Связано данное явление с тем, что, во-первых, придется большое количество внимания и требований к полу будущему ребенку, что способствует высокой смертности девочек и росту селективных абортов среди женщин репродуктивного возраста. Во-вторых, сложившееся традиционное культурное представление о женщинах как о представительнице славы пола накладывает существенный отпечаток на состояние ментального здоровья женщин, поскольку они находятся в социально уязвимой группе и подвергаются насилию со стороны мужчин. Равноправие. Для того, чтобы побороть негативные моральные аспекты, связанные с гендерными самоопределениями личности, необходимо заменить гендерные различия в общественно-личностные, в которые основное должно стать равноправие. Последнее подразумевает под себя партнерство и сотрудничество, взаимоуважительное отношение друг к другу. Наиболее ярко равноправие отражает эголитарная концепция развития общества. Эголитарная концепция развития общества подразумевает под собой равноправие, в котором существуют одинаковые стартовые возможности в различных сферах жизни, общество для самореализации как у женщин, так и у мужчин. При этом эмасипация в равноправном обществе протекает по двум векторам. Например, женщины могут принимать участие в управленческой деятельности вместо активного участия в семейной жизни, в то время как мужчины брать декретный отпуск по уходу за ребенком. Для построения современного информационного направленного общества необходимо преодолевать ряд негативных социальных явлений, таких как гендерные стереотипы, патриархальное мировоззрение и явления дискриминации, приводящие к гендерному насилию. Именно благодаря этому может появиться толерантность в взаимоотношениях между людьми, ведущие по пути к гуманности, всеобщему пониманию мотивов и поступков другого человека. Спасибо за внимание.